Диффиненцируемых функций. Д. Множество всех финифов в бесконечно диффиненцируемых функций. Услово всех, имеется в виду, что не какой-то легко, а вообще все, которые можно себе представить. Разбираемся с тем, что тут написано. А. Фи от х финифная. Если найдется шар с центром в точке х нулевой, и радиусом в катушке, каким-то... Такой что? Такой что? Фи от х равно нулю, если х не принадлежит этому шару. Если х не принадлежит, не принадлежит этому шару. То есть отличные от нуля значения функции фи могут быть только внутри этого шара. А шар – это какое-то ограниченное множество. За пределами этого ограниченного множества функция фи дождественно равна нулю. Это свойство финифности. Ну, свойство бесконечной дифференцированности, оно такое очень понятное. То есть, производная фи от х – это непрерывная функция во всем пространстве Фи от х. Я ввел тут вот это вот обозначение – мультииндекс. Я им дальше буду пользоваться иногда. Ну, для сокращения записи, или там для экономии дважды, мы говорят вот. Значит, обозначение такое. Вот это альфа – это так называемый мультииндекс. То есть, это набор чисел альфа-жи, альфа-два и так далее, альфа-н. Где n совпадает с размерностью пространства rc. То есть, с количеством переменных, от которых зависит наша функция. Вот этим обозначением, в виде альфа, я обозначаю n-ную производную, ну, частную производную. Вот таким образом. Д – ну, тут прямые скобки, как бы модуль альфа. Но что это такое, тоже надо отдельно писать. Значит, по dx – значит, 1 – порядка альфа-1, dx – порядка альфа-2, альфа-r. И вот этот порядок, модуль альфа – это на самом деле порядок. Да? Порядок индексов. То есть, это альфа-1 плюс альфа-2 плюс и так далее альфа-r. Ну, это достаточно общепринятое такое обозначение вот этих вот частных производств. чтобы не писать подробно, да? Когда, вот, не несет никакой дополнительной информации, на входе из таких сокращенных обозначений. Вот, введение таких вот сокращенных обозначений, оно, конечно, ну, сильно облегчает жизнь и экономит усилия. Вот, книжки начала 20-го века очень трудно читать, потому что там вот всяких вот этих сокращенных обозначений еще, ну, не договорились в математике энергии, поэтому там, допустим, открываешь книжки по электродинамике, там уж если пишется система уравнения МАКС, потому что, когда честно, все двигатели уравнивают, пока там просмотрят, не напутан или что-либо, глазами пить, ну, пожалуйста, то есть, дальше вы не хотите ее решать и посмотреть. Вот, а если в кратком виде, в этом самом, каком-нибудь цензере вам, милевектор вам написать, так что, три буквы, да, вся система уравнивает. Так, значит, у нас все производные для всех альпов, а вот полагается непрерывный, да, то есть это бесконечная, ну, такая непрерывная дефиленцированность. Непрерывная дефиленцированность. Так, значит, еще одно понятие, которое сразу в догонку вот этому понятию уфинитности, чтобы еще раз обозначить. А введем понятие носителя. Ну, давайте еще одно определение. Определение носителя. Носитель для Фи. Итак, пусть АФи — это множество тех точек, где Фи от Х не равно 0. Носитель Фи. Тогда носитель Фи — это обозначается вот так. СПТ. СПТ Фи — это замыкание вот этого множества АФи. Ну, я напомню, что замыканием называется у нас внутренность множества и граница множества. То есть, включая границу. То есть, вот что такое носитель. С точки зрения, вот если мы возьмем вот это определение носителя функции Фи, то функция Фи фенитна. Давайте так. Если Фи фенитна, то носитель ограничен. Вот, ну, попытаемся изобразить какую-нибудь основную функцию. То есть, функцию множества d. Это обязательно функция, которая определена на, ну, в одномерном случае, на всей числовой оси. Так, вот я буду работать дальше с вот этим множеством d. Для одномерного случая. Это обязательно функция, которая определена для всех значений x, но отличная от нуля только в какой-то конечной области. Ну, то есть, это может быть вот такая функция. Она равна нулю. Ну, потом как-то вот так вот себя видеть. А потом, начиная с какого-то момента, снова равна нулю. Вот это типичная такая основная функция. Вот. Причем она должна быть еще и бесконечно дефилицирована. То есть, вот во всех точек производная любого порядка, значит, существует. Ну, конечно, там ограничено, потому что следующее определенное существует и так далее. Вот. То есть, каких-то вот таких бесконечно резких загибов у него быть не может. Да. И каких-то угловатых таких касаний или переломов в этой функции тоже быть не может. Да. То есть, такая очень гладенькая функция, которая, повторяю, за пределами того, что равна нулю. Вот такая функция, которая вот так вот себя ведет, нам тоже подойдет. Но она обязательна потом, с какого-то момента, должна быть. Вот. То есть, вот что такое основные наши функции. Вопрос. Есть ли они в биробе? То есть, ну, тот факт, что их можем нарисовать, что мы их можем нарисовать, говорит о том, что, конечно, есть. Раз что-то можно нарисовать, то есть функции можно нарисовать, это один из способов угадания функций. Вот. Но, что это за функция? На самом деле, ни одна из аналитических функций не может быть основной функцией. Почему? Любая аналитическая функция, она раскладывается в ряд. Ну, допустим, в ряд Тейлора. Или, значит, ну да, в ряд Тейлора около какой-то точки x нулевой. Предположим себе, что мы пытаемся нашу, скажем, выполненную основную функцию представить в виде ряда Тейлора. И в качестве такой точки x нулевой возьмем точку вот здесь вот, x нулевой. Чему будет равен ряд Тейлора для нашей основной функции? А вот смотрите, в окрестности, вокруг этой точки x нулевой, функция тождественно равна нулю. Это означает, что она сама. И все ее производят равны нулю. Но тогда и от Тейлора, естественно, равен не будет. И никак вот этих отличных от нуля значений в этой области мы не получим. Поэтому аналитическая функция не может быть из множества d. То есть множеству d аналитической функции мне принадлежат. Ну а это все нам хорошо знакомые функции. Там всякие синус, косинус, x квадрат, там линейные функции, экспоненты и так далее. Все они аналитические. Все они не из d. Ну и что же тогда эти функции d, как их построить? Поэтому следующий, конечно, вопрос это построение функций. Ну или давайте так, построение d. Ну опять же на примере вот этого можно сделать. Аня, а что там написано? В скобках равно ин, т, а, фи. А что такое замыкание? Построение d. А, ин, т, да. А, ин, а, фи. Такую первую функцию, которая этому множество принадлежит. Это так называемая омега шапочка. У нее есть такое официальное название. Функция омега шапочка. Вот. Вот так вот она обозначается. Омега. Ну, f это некий ее признак. Зависит она от x. Она определена. Да, шапочка. Определена она на всей числовой оси. Значит, в интервале, когда у нас x меньше epsilon, это вот что такое. Некоторая константа умножить на экспоненту минус вверху epsilon квадрат, внизу epsilon квадрат минус x квадрат. Итак, это значит, для тех лицов, которые по модуле, по модуле, по числу epsilon. Вот что это такое. Для всех остальных, это ноль. Что собой представляет эта функция? Ну, если посмотреть на минус зависимость от аргумента x, то видно, что тут x квадрат, значит, функция симметричная. Для x минус x одинаковая. Дальше. Начиная с epsilon или минус epsilon, она тождественно обращается в ноль. А внутри, ну, это какая-то такая, должна быть, гладенькая функция. Значит, если у нас x равно 0, то это будет epsilon квадрат на x квадрат, то есть e минус 1. c e на e минус 1. Значит, вот в этой точке у нее значение такое. c e на e. Вот здесь вот. Ну, дальше она ведет себя симметрично. Но, посмотрите, когда у нас x приближается к epsilon по m, вот эта разность у нас становится очень маленькой. А вот это x квадрат вверху, оно конечное, остается постоянным. У нас получается такая ситуация. Число делится на бесконечно малое. То есть вот этот дробь становится бесконечно большой. Но, при этом здесь есть знак минус, e в степени минус бесконечности, это 1. То есть она, на самом деле, стремится к нулю. То есть вот так вот она себя ведет. Вот видите, она похожа на такую шаржалочку. Правда, надо еще доказывать, что все ее производные тоже стремятся к нулю при x стремящемся к плюсу или к минусе. Но, доказательства формально я, как бы, сейчас никаких писать тут не буду, а просто скажу, как оно получается. Если мы возьмем производную, ну, допустим, первую производную, то экспонент это у нас останется, никуда не денется. А мы еще должны будем дефиницировать этот показатель экспонента. И это будет, ну, такая рациональная функция, да, рациональная. У этой рациональной функции, конечно, никуда не денется вот эта особенность. То есть при x, равном к плюсу или минусе, у этой рациональной функции будет полюс. Да, полюса будет по этой функции. Вот. Ну, то есть она будет обращаться в бесконечность при x, равном к плюсу или минусе бесконечности. Рациональная функция. Но экспонент это все равно, он быстрее к полюсу. спрашивается кто быстрее, экспонента быстрее, то есть экспонента стремится к нулю быстрее, чем любая степень значит икса, которая там будет внизу стремится к нулю, ну x-y, экспонент победит, поэтому это для любого порядка производной будет так, значит у нас касание будет гладким, как говорят, ну гладкость не имеет любого порядка, то есть это бесконечная дефиренцированность, вот, что касается вот этой константы, для удобства ее выбираю следующим образом, интеграл от минус до плюс бесконечности формула дефиренцированность, 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 должен быть равен единиц, как бы выбрать константы, но это означает, что C, E можно посчитать как единица поделить на интеграл от минус епсилон до епсилон, D, 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 D. Другое дело, что посчитать-то его не просто, этот интеграл, да, но важно, что это какое-то число, равное толщине вот этой фигуры, да, оно есть, существует и вот, Пользуясь этим свойством, в цене можно поставлять форму. Так, мы шапочку взяли. Второй шаг состоит в том, чтобы такую шапочку можно было помещать в любом месте. Для этого будет сначала функция х, которая зависит у нас от х и как от параметров еще от чисел а и b. Это будет характеристическая функция интервала. Она будет равна единице, если х не принадлежит интервалу АВ, и 0, если х не принадлежит интервала АВ. То есть такая функция характеристическая. Вот с помощью нашей шапочки и вот этой функции можно организовать вот такую функцию. это, которая будет зависит уже от х и как от параметров АВ и ε по следующему правилу. Это интеграл от криночной до криночной конечности хи у АВ ОМИГО ЭПСИЛОН Организую вот такую функцию. Что собой будет представлять эта функция? Ну, вот чтобы это понять, я должен сначала нарисовать мою подинтегральную функцию. Ну, вот я нарисую функцию хи у. Вот она будет идти на уровне единицы. Какая функция? Это хи у АВ. Дальше. Эту функцию я должен умножать на ОМИГО, вот эту шапочку, с аргументами х-х. Что получится у меня в произведении? То есть вот ниже я буду рисовать, снова в зависимости от х, произведение, которое стоит под интегралом. Ну, это все будет зависеть от того, какая точка х. Вот. Эта точка х, она будет играть роль, ну, начало отсчета для аргумента, да? То есть при у равном х у меня аргумент обращается в ноль, и мы имеем вот какое значение для ОМИГО. Значит, если у меня вот этот аргумент х, ну, скажем, возьмем аргумент х1, вот здесь вот, внутри вот этого интервала, внутри этого интервала, то у меня вот эта единица, вот эта вот единица, да, просто умножится на ОМИГО шапочку. И произведение у меня будет что? Ну, вот здесь вот х1 плюс епсилон до х1 минус епсилон будет моя шапочка. То есть вот это у меня произведение, еще раз, что такое? Ну, уже вот этой инферцией х умножить на ОМИГО шапочка х1 минус епсилон. Вот такая функция. Если я теперь вот для данного значения х проинтегрирую, как должен быть, да, то что у меня получится? Ну, с учетом выбора моей константы, получится единичка. Понятно? То есть теперь я внизу рисую уже график для функции х. Это код х. Вот здесь вот у меня уже х стоит. Итак, в точке х1 Сейчас вы сидите, пока спокойно я все перерисую здесь. Так, снова то же самое. Также код х2 с самого несут 0 АВ Здесь Ну, здесь, а rn А, а, B mis вот у меня шапочка и дальше я рисую результат интегрирования результат интегрирования зависит от х вот я беру эту точку x1 и когда проинтегрирую вот это произведение у меня получится единичка единичка же получится то же самое будет получаться для точек вот этих x если я буду немножечко смещать сюда немножечко смещать сюда вот пока у меня вот эта граница не коснется крайней точки интервала либо это либо это у меня всегда будет один то есть получается я должен тут отобразить вот эти точки а и d но при b минус епсилон я должен остановиться а до b минус епсилон я спокойно рисую единицу то есть здесь единица получается результат интегрирования я просто смещаю дальше что произойдет если я уже возьму точку x где-то вот здесь ну вот эта вот точка будет у меня b минус епсилон а я взял точку x2 здесь то у меня как будет выглядеть рисуночек у меня вот шапочка здесь то она в эту сторону это будет нормально нарисована да? а вот в эту сторону она дойдет до границы а потом стоп вот так то есть произведение шапочки и вот этой вот она же здесь то вот с этого места она равна нулю уже поэтому и произведение с этого места то есть получается что я интегрировал не целиком эту площадь, а меньшую площадь результат у меня будет немножко меньше если я буду двигаться дальше да? то вот результирующая площадь произведения у меня будет меньше, 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 меньше и как только я выскочу за интервал b минус епсилон вот как только точка x у меня выскочит за интервал b минус епсилон у меня это вот произведение здесь вот эта вот шапочка и вот это они вообще не будут пересекаться их произведение даст мне ноль поэтому вот так вот себе будет вести эта функция оп! и с этого места она будет точности равна нулю ну точно так же и здесь на читание ноль с епсилон вот с этого места начинает она уменьшаться и вот с этой точки а ноль с епсилон она в точности равна нулю вот она симметрично уменьшается вот откуда возникает значит ну то есть видно что наша функция эфинитна то есть вот эта функция можно сразу написать что носитель носитель вот этой функции это x a b епсилон это что такое? это отрезок от a минус епсилон до b плюс епсилон то есть за пределами этого отрезка наша функция это вот такая вот равна нулю ну а внутри значит вот этого интервала от a минус епсилон до b минус епсилон она в точности равна единице ну а вот в этих вот областях она как бы так плавно переменяется значит ч то есть наша функция это финиль финиль да? откуда выдается что она бесконечно дифференцирует ну дело в том что сама функция эта задана у нас интеграл и когда мы будем дифференцировать ее по x дифференцироваться то будет вот это вот обе то есть это как бы интеграл зависит как от параметра от x да? то есть параметр который в интеграле он становится аргументом вот ну и поскольку вот эта наша функция бесконочно дифференцированной функцией вот параметр то есть бесконечно дифференцированной функцией это наша функция это является основной функцией вот, то есть в результате в результате ну, давай итак это x a b и бесконечно дифференцируем значит это d ну, и наконец третий шаг третий шаг возьмем произвольную f от x бесконечно дифференцируем бесконечно дифференцируем бесконечно дифференцируем ну, в частности такой функцией может быть и аналитической функцией Любая анониметическая функция бесконечно дифференцирует, в частности анониметическая. Тогда f от x умножить на это от x, а, b, y, то есть просто произведение. Вот эти функции являются основной функцией. Почему? Ну, потому что, как произведение, вот эта функция будет, конечно же, финишкой функции. Там, где один из сомножителей, в данном случае это, будет обращаться в ноль, произведение будет обращаться в ноль. А как мы знаем, это будет запределами. Ну, вот этого ответа. Ну, а бесконечно дифференцированность, по условию у нас f от x бесконечно дифференцированность, эта функция тоже бесконечно дифференцирована. Их произведение бесконечно дифференцированности. Все? Значит эта функция принадлежит множеству дт. Но в результате, вот теперь мы можем сказать, что любую аналитическую функцию мы можем поместить в множество d разными способами. Пример. Пусть f равно x2. Конечно же, сама функция x2 не принадлежит множеству d. Она не финила. Но возьмем это и, допустим, определенную от минус r до r и там еще будет небольшое епсило. Вот. То есть определенную по этому правилу, да, вот эта вот функция принадлежит. Тогда x2 умножить на это, x минус r, x будет уже принадлежать d. Как будет рисовать? Ну вот, я сначала рисую мою функцию x2, это параболь. Затем, значит, от минус r до r, от минус r до r. У меня есть вот эта моя функция. Ну, тут вот еще небольшие переходы области. Вот функция у меня это. Вот эта функция это. Вот это вот x2. Вот это вот функция это. Ну и тогда моя x2 умножить на это, это что такое? Вот здесь вот эта парабола. А начиная с вот этой точки она резко залезается и вот ведется я вот так вот. То есть вот это вот, ну, то, что, так, вот то, что я, давайте, попытаюсь обнести жирной линией, да, вот как-то так вот. Немножко она будет вверх выложить. Вот. Вот эта вот моя функция, это и есть основная функция. То есть дальше, когда я буду обращаться к каким-то, как бы, аналитическим функциям и говорить про них, что это основные функции, я, конечно, всегда буду подразумевать, что, ну, я взял какой-то еще зарезающий вот этот множитель, который сделает мою аналитическую функцию финич. Вот, и поэтому я даже буду забывать писать эту множитель всегда, да, но всегда это будет подразумеваться, что, если у меня в качестве основной функции написано какая-то аналитическая, то это значит аналитическая вот умножить на какую-то вот такую функцию финич. То есть вот как строится множество основных функций. Так, ну, у этого множества основных функций есть некоторые свойства. Итак. Значит, свойства D. Ну, во-первых, D – линейное пространство. И именно этот факт позволяет нам говорить о том, что это пространство основных функций, но имеется в виду, что это множество является линейным пространством. Как это проверяется? Ну, скажем, если вы не будете вот там отвечать это вопрос на экзамене, я, конечно, вас буду спрашивать, как же это доказать? А сейчас доказательства я не напишу. Вот. Ну, скажу словами, что нужно проверить два факта, что сумма двух функций или произведение на число функций из D – это будет, во-первых, финитная функция, нужно уметь проверить, а во-вторых, это будет бесконечная деференциальная функция. Вот если любая линейная комбинация будет финитная, бесконечная, бесконечная деференциальная, то значит D – линейная пространство. Второе. Второе. Ну, это будет определение сходимости D. Определение. Исходимость D. Исходимость D. Исходимость D. Пусть у нас дана последовательность. То есть, фи-катая от x. Каждая из которых, ну, вот, из этих функций принадлежит вам D. Для фи-катая от x и так далее. Мы будем говорить, что фи-катая от x с функцией фи от x при к идущей бесконечности в D. Вот эту запись надо читать в середине. То есть, нельзя написать вот это, а вот это не касается. То есть, это обязательно. В D. Если, первое, ну или лучше так, а, существует шар с центров точки x0 и радиусом R, такой, что носители всех фи-катых, носители всех функций, по следовательности, содержатся в этом шаре. Это первое. И второе. Любая производная функция этой последовательности равномерно сходится к производной, соответствующей производной предельной функции. Ну, то есть, мы себе жизнь облегчили невероятную, да? Вот. То есть, мы потребовали не просто какой-то сильной сходимости, которая является равномерной сходимостью, а какой-то такой суперсверхсильной сходимостью. То есть, потребовали, чтобы не только функция, но и все ее производные равномерно сходились. Вот. Это что-то такое. Ну, невероятно. Удобно вам сходить. То есть, сходить. Всегда. Собеспечить. Собеспечить. Вот. Ну, это самое, как сказать, у нас сами по себе вот эти последовательности основных функций в рассуждении, то есть в каких-то выхватках, они будут играть такую вспомогательную роль. Вот. Вот при доказательстве имеем и арен, свойствах, да? Мы не будем как-то конкретизировать вид последовательности, а будем считать, что если она сходится, то вот это подразумевает. А конкретный вид последовательности появляется только тогда, когда она доказана от противника. То есть, говорить так, что, а вот давайте возьмем такую последовательность, она сходится, вроде бы, вот как нам нужно, да, сходится, а смотрите, в результате там чего-то, чего-то не выполняет. Вот так только можно. А так, значит, будем пользоваться этим, таком абстрактном. Так, ну еще одно определение, которое я вам потом покажу. Вот мы видим пространство D, которое одновременно DRM, да? Обведем еще вот такое множество. Множество D, G. Значит, это будет у нас множество функций из D, но таких, что носитель функций F от X, он содержится в G. Вот, то есть, вот удобно будет пользоваться, еще таки вам поделиться. Вот, значит, ну, что собой представляет G? Ну, вообще говоря, G это область. Постранство R, область, но она может быть, в частности, неограниченной. Так, ну ладно, это по поводу основных функций. Ну, простой. Вот. 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 Вот.